Поселок Виноградное под Мариуполем подвергся обстрелу боевиков. Повреждены жилые дома и газопровод. Без газа остались около 600 домов. Об этом сообщили в областной полиции. Правоохранители организовали обход поселка, чтобы собрать информацию и задокументировать последствия обстрела. Открыто уголовное производство по статье «Террористический акт». Вместе с полицейскими последствия обстрела видел и наш корреспондент. «Осколки стелились. Смотрите собаку. Сделились осколки, что собаку осколкнули. Если человек находился здесь, даже залег в арене отстрела, то его попадание было в 100%.» Поселок Виноградное, пригород Мариуполя. Долгое время здесь было относительное затишье, но сейчас снова слышны взрывы. За последнюю неделю это уже второй обстрел. «Слышал свист. Я был в туалете. Я, наверное, самое откровенное, не забывал. Да, жена спала. Да, слышу свист. Как даст. Но я подумал, что там где-то что-то такое. Говорю, давай собираться. Слышу второй свист. Тоже ж бух. Первый выстрел был отсюда, как говорится, слышно. А то глубокий где-то там, где-то далеко. Ну, как типа от трактора, ну, я знаю, ну, предварительно это мое предложение. Бух, свист. Опять бух. Ну, 36 раз. Я, значит, там 36 раз. Я, в принципе, съел, курил. Ну, как бы сказать, и началась беда. Ну, жена проснулась. Ну, тогда вся войнушка началась. Осколки задели почти все дома поселка и серьезно повредили газопровод. Из-за этого 600 домов остались без голубого топлива. Также во многих домах выбиты стекла. С первыми звуками выстрела залегали в домах и опускались в подвалы. Ну, действительно, судьба, в общем-то, нормальная все. Ни одного прямого попадания. То есть 10 домов ориентировочно посечены осколками, кровли, фронтоны, в окна полу летали. Или отзывной волны, или расколка. На место сразу приехали местные чиновники и правоохранители. Оценили разрушение. Здесь работает следственно-оперативная группа полиции города Мариуполя. Могу сказать, что на данный момент мы зафиксировали поврежденные 10 домовладений здесь, в поселке Виноград. Если правильно говорить, это практически окраина города Мариуполя. Это центральная улица, которая примыкает к городу Мариуполя. Обстрел, насколько мы сейчас опрашивали очевидцев, продолжался на протяжении где-то 40 минут. Вот то, что мы здесь обнаружили. Это то, что в воронках было, да? Получат помощь. Мы сейчас делаем акты обследования, сделаем сметы. И Мариупольский городской совет выделяет помощь на пострадавшем в результате обстрела. Те, которые пострадали 19 октября, им уже выделено помощь. А в среднем 50, 40, 30 тысяч гривен. Мы вылетали стекла, осколками побит шифер. В общем, в основном такое все. Виноградная Пионерская Приморская с мая 2015 года это присоединили к городу Мариуполь. Сразу же после обстрела в Мариуполе возобновила работу комиссия по чрезвычайным ситуациям. Спасатели и коммунальные службы начали работы по ликвидации последствий. Восстанавливается газа и электроснабжение. Комиссия считает ущерб, нанесенный домовладением. Власти Мариуполя обещают помочь деньгами всем пострадавшим. Субтитры создавал DimaTorzok